Сейчас коротко о главных событиях. Нефть дорожает на фоне сообщений о сокращении запасов США. Банк Канады принял решение оставить ключевую ставку на уровне полпроцента годовых. Выход Британии из ЕС может лишить фунт статуса резервной валюты, считает Standard & Poor's. Цены на нефть поднялись близко к максимуму с ноября 2015 года на сообщениях о сокращении запасов США, сообщает MarketWatch. Нефть марки Brent с поставкой в июле на лондонской бирже IC Futures подорожала на 59 центов до 49 долларов 20 центов за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX поднялись на 52 цента до 49 долларов 14 центов за баррель. Котировки выросли примерно на 85 процентов с минимальных отметок, зафиксированных в феврале. Согласно данным Американского института нефти, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5 миллионов 100 тысяч баррелей, резервы бензина сократились на 3 миллиона 600 тысяч баррелей. Банк Канады принял решение оставить ключевую ставку на уровне 0,5% годовых. В заявлении банка отмещается, что развитие мировой экономики соответствует его апрельскому прогнозу. Как ожидает Центробанк, канадская экономика увеличит темп роста в третьем квартале текущего года. На фоне сохранения объема нефтедобычи начнется перестройка экономики. Уровень инфляции в настоящее время совпадает с прогнозом. В 2015 году Банк Канады снизил ставку дважды в связи с тем, что падение цен на нефть привело к росту риска в отношении инфляции и финансовой стабильности в стране. В текущем году Канадский Центробанк не принимал решение об изменении базовой ставки. Очередное заседание Банка Канады, на котором будет обсуждаться размер процентной ставки, состоится 13 июля. Выход Великобритании из Евросоюза не только ударит по курсу фунта, но британская валюта может даже потерять статус резервной мировой валюты, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на обзор Standard & Poor's. Британский фунт, который на сегодня уступает только доллару и евро в активах мировых центробанков, может лишиться статуса надежной валюты, если на референдуме 23 июня британцы проголосуют за выход из Европейского Союза. Такое решение может даже повлиять на суверенный кредитный рейтинг Великобритании, который с 1993 года остается на уровне ААА. Аналитик Standard & Poor's в Лондоне Фрэнк Грилл отмечает, что выход Британии из ЕС может поставить под угрозу статус стерлинга из-за сдерживания прямых инвестиций и других потоков капитала. Американская корпорация Microsoft заявила о намерении сократить подразделение по производству смартфонов, в результате чего будет уволено почти 2000 сотрудников, большинство из которых работает в Финляндии. Исписано 950 миллионов долларов. Microsoft вышла на рынок мобильных телефонов в 2014 году после приобретения мобильного подразделения финской компании Nokia. Компания объявила также, что намерена закрыть научно-исследовательский центр в Тампере, но продолжит развивать платформу Windows 10 Mobile и будет поддерживать смартфоны Lumia. Глава Microsoft в сайте Наделла заявил, «Мы продолжим инновации для наших устройств и облачных сервисов на всех мобильных платформах». Регуляторы в разных странах мира не могут осуществлять надлежащий контроль и надзор за теневым банковским сектором, поскольку им по-прежнему недостает необходимых данных и инструментов, говорится в докладе Совета финансовой стабильности. В докладе отмечается улучшение регулирования банкинга за последние годы, однако подчеркивается, что банкам и регуляторам необходимо ускорить внедрение изменений, способных защитить финансовую систему от рисков, создаваемых небанковскими кредитно-финансовыми организациями. По данным, обнародованным в ноябре 2015 года, объем активов теневых финансовых организаций без учета пенсионных фондов и страховщиков в 2014 году вырос на 1,1 трлн долларов и составил 12% от общей суммы активов мировой финансовой системы. На конец 2014 года активы теневого банкинга в Соединенных Штатах от общего объема составили 40%, в Великобритании – 11%, в Ирландии и в Китае – по 8%. Тайваньская компания HTC намерена использовать виртуальную реальность в качестве драйвера роста. Снижение спроса на некогда популярные смартфоны HTC стало причиной поиска новых направлений деятельности компании. Согласно прогнозу Goldman Sachs, к 2020 году более половины доходов тайваньской компании будут составлять поступление от продажи VR-шлема Vive. В настоящее время его стоимость составляет 800 долларов. После выхода прогноза акции компании HTC подорожали на 10%. Общий рост стоимости бумаг этой компании за последние две недели составил около 30%. Эксперты Goldman Sachs полагают, что это еще не предел, и акции HTC продолжат расти. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях.